Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Если вам не сложно, то обязательно подписывайтесь. Сегодня мы будем кушать роллы, прощальные роллы, потому что я уезжаю в деревню завтра. Нет, да, завтра. Завтра уезжаю с утра в деревню. И, к сожалению, моя мечта не исполнится. Я хотела поехать в деревню и под деревом кушать роллы. Просто в прошлый раз, когда я была в деревне, и вот лежала под кустом, так скажем, я настолько хотела роллы, это было прям нечто, это была прям какая-то мания. И я обещала себе, что я поеду в Баку, научусь делать роллы, возьму все ингредиенты и приготовлю их там, в деревне. Нифига не получилось. Биг Бон мой любимый. Сначала я настроила все. Камеру, свет в другой комнате, где есть кондиционер. Но там мне не нравится задний план, это диван и все дела. В общем, сгоняла, взяла вот такие вот роллы. Правда, они ужасные, они прям разваливаются. Господи. Против хорошем месте взяла. Они прям разваливаются. Я должна, насколько возможно, аккуратно поесть, потому что этот костюмчик, который на мне, он мне еще нужен. Я в дороге как раз таки хочу быть с ним. Заказали такси. Отсюда, в деревню, нас везут за 50 монат. Это делает 2000 российских рублей. Мне кажется, нормальная цена, учитывая, что нас трое. Роллы вкусные, но просто разваливаются. В общем, загадала себе дальше желание, что следующее лето. Я приеду в деревню на своей машине. Вот опять же, знаете, планы. Не имея гроша за душой, я строю такие грандиозные планы. Вчера увидела машину, я прям влюбилась. Ford. Модель, не помню. На вы что там. Я вам напишу вот сюда. Модель. В общем, очень понравилась. Я снимала мукбанг с подписчицей, с девочкой. Ну, как девочкой? Девушкой, с которой мы и дальше там общались. Она как раз таки водила Ford, и она говорит, что машина-то красивая, и все дела, но запчасти очень сложно найти. Машина капризная, и все дела. Лучше возьми что-то попроще. А мне так нравится Ford. Вообще дизайн. Новый машин Ford. Мне очень нравится. У моего дверного брата раньше был Ford Mondeo. Тоже был красивый. Но сейчас там все поменяло, сейчас другой дизайн. Так вот, ребята, возможно, кто-то из моих подписчиков водит или водил, возможно, из родственников. Поделитесь, пожалуйста, информацией, как вам Ford. И вообще, какую машину вы советуете. Вы знаете, именно что для меня важно, самое главное в машине? Чтобы я мало ездила в сервис. Чтобы она не ломалась. Я понимаю, что это невозможно, но по максимуму такую прочную машину хотелось бы. Потому что покупать я буду не новую. И постоянно быть в сервисе тоже не хочется. Хочется что-то прочное. Рассматриваю я где-то до миллиона. 25 тысяч монат. Ну, можно 30 где-то. Но не дороже 30. Но я думаю, что за эту цену можно купить более-менее машину себе. Вот где-то на эту сумму. Дай бог, буду хвастаться с вами, что у меня появилась тачка. Ну, я уже, знаете, перехожу дорогу. Там, например, проезжают машины. Я обращаю внимание. А, вот эта машина классная. Так классно. Один раз, когда я училась в универе, наверное, где-то на втором курсе, я зашла в аптеку. И, выходя из аптеки, увидела двух девушек, которые выходили из машины. Одна из них была за рулем. Так стильно были одеты эти девушки. И выходили они из Ауди. У меня внутри не то, что такая злая зависть. Я такая в этот момент подумала. Думаю, вау, как круто. Девушка с подругой едут на тачке на крутой. Так круто выглядят. Так коротко одеты. Такие, знаете, прям чекули. Не то, что вот твари, повезло. А мне-то не везет. Просто я посмотрела на них и как бы вдохновилась. И мне так хотелось работать. Хотелось что-то делать, заработать, купить. Просто мотивируюсь я всегда, когда вижу людей, которые мне нравятся. Если бы какая-то тетка вышла бы из этой машины, я бы даже, возможно, не обратила внимания. Просто две настолько красивые девушки. За рулем одна, другая рядышком. Так смотришь на них и думаешь, вау, мне бы так. Я всегда в детстве, я вырасту, стану такой. Я вырасту, я куплю себе это. Выросла, деточка. Давайте макнем сюда. Мне кажется, так максимально вкусно будет. Это очень вкусно. Ну, в общем, у меня три варианта. Это, а, вспомнила, Ford Fusion, Hyundai Sonata и Chevrolet Cruze. Вот эти три автомобиля мне нравятся. Я жду от вас варианты. Девчонки, кто что водит, кто доволен своей тачкой, кто может что посоветовать. Просто меня все отговаривают от Ford, Mercedes, там, не знаю, Lexus. Мне не советовать пока что. Во-первых, потому что я только сажусь за руль. Я еще не настолько в себе уверена. Я собираюсь сделать страховку Casco. И там получается дороже, да? Если я не ошибаюсь. Но я не очень разбираюсь. Но вы понимаете, да? Обычно бывает наоборот. Но я, например, маме говорю, что я хочу купить машину. Я говорю, я хочу экономичную, такую-сякую. И мама сразу начинает надо мной угорать. Она говорит, ты задолбала. Возьми нормальную машину. Возьми какой-то крутой джип. Возьми новую в кредит. Потихоньку выплатишь. Обычно бывает наоборот. Дочка, например, хочет попунтоваться. А мама говорит, зачем тебе эти понты? Возьми что-то экономичное и так далее. Папа вообще нейтральна. Что хочешь, что и бери. Вот. Для начала надо получить права. Но это я так, прицениваюсь. Помните, я раньше говорила, что я хочу купить квартиру? Болтала-болтала, в конце купила. Теперь мы с вами будем болтать про тачки. Какие тачки кому нравятся? Я просто рассматриваю варианты, которые я реально могу себе позволить. Позволить не только купить, но и содержать эту машину. Все мы знаем, что нужно менять масло, не знаю, там, страховка, бензин, что-то ломается у машины. Это все финансовые моменты, которые нужно закрывать. Мой парень, кстати, меня не очень поддерживает в этом. Он говорит, машина нужна тому человеку, который часто выходит из дома, постоянно где-то находится, а ты постоянно, получается, дома. И когда ты едешь, ты едешь в город куда-то. Но легче ли просто заказать такси? С одной стороны, я согласна с ним, потому что содержать машину даже элементарно в гараже, это деньги, страховка, это деньги, бензин и все остальное. но куда-то, например, едешь ты в деревню, там, не знаю. Сейчас вот мы с таксистом переговорили, и таксист нас, получается, заберет отсюда из дома и привезет в деревню прямо домой, до двора, да. Ну, например, я захотела куда-то поехать в хачмаз. Все равно с таксистом неудобно, особенно в деревнях. Очень сложно найти таксиста, службы такси вообще там нету. Надо либо попутки искать, либо из деревни там взять кого-то, но он, понятное дело, по двойной цене будет ехать, потому что ему еще обратно возвращаться. Например, тебя отвез куда-то и обратно вернется. Близкие соседи, например, что-то попросишь, у тебя деньги даже не возьмут. А мне не хочется так. Люди очень сложно зарабатывают денежку, и хочется приезжать и как бы быть для кого-то обузой, поэтому машина все-таки она нужна. Вот три варианта. Chevrolet Cruze, Ford Fusion и Hyundai Sonata. Какой вариант вы рекомендуете? Напишите, пожалуйста, в комментариях или залайкайте комментарий, с которым вы согласны. Но какая бы машина ни была, она не будет старше 2016 года. То есть максимум я собираюсь брать машину где-то на пятилетнюю, не старше. Я поел, наелась. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Всех люблю, целую. Пока.